Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня я расскажу вам, что же делать с пионами после того, как они отцвели. Как правило, это приходится на начало июля. Но тот, кто не успел это сделать в конце июня, то можно и в июле заняться этим благородным делом. Вообще, по науке считается, что для того, чтобы пионы чувствовали себя очень хорошо, чтобы они хорошо и долго росли на одном месте, то необходимо производить подкормку 4 раза в сезон. Это, конечно, весна, когда отрастание. Там чисто аммиачные селитры можно. Это затем фаза бутонизации, затем цветение и затем после цветения. Ну, можно и еще там перед зимой. Ну, вряд ли кто-то будет заниматься вот таким вот бесконечным уходом только пионов. У нас же много чего еще есть за плечами на даче или в саду. Поэтому, конечно же, после цветения мы обязаны просто обрезать. Если мы оставляем лежать на листьях, на почве, вокруг наших кустов вот эти отсветшие лепестки, это будет всенепременно источник материальных заболеваний. Помните, что в эту пору не следует сильно обрезать, если только это не случай поражения чем-либо. Потому что за счет листьев происходят все процессы. Фотосинтез, конечно, идет. И происходит накопление питательных веществ вот в этих вот основных корнях. А еще в этот период происходит образование новых предаточных корешков, которые и способствуют успешной перезимовке и весной, летом успешному цветению. Поэтому не торопитесь и ближе к осени обрезать листья у пиона. Только в случае заражения. Обрезали. Ну и, конечно, после цветения, вот если вы вообще там никак не ухаживаете, пионы будут расти. Это очень удивительно устойчивые растения. И много лет на одном месте сидят. Мы уже об этом разговаривали с вами. Ну, хотя бы после цветения побалуйте их. Я вам буду, если бы я вас просто отправила в магазин, идите там, купите что-нибудь. Наверное, это было бы несправедливо, потому что зачастую так и происходит. Там такой-то состав. Ну, давайте вот по отношению к пионам поведем себя так вот более пристально. И скажу вам, что есть такое удобрение, которое называется АВА. Английские буквы. Которое вообще в своем составе не содержит азота. Потому что все, что после цветения, любых растений касается, оно практически не должно содержать азота, либо в малых количествах. Так вот, у этой АВА фосфора практически достигает процент 50%, а калия 23-25%. Затем удобрение распространенное, нитроаммофоска. Как правило, оно идет содержанием азота 16. Но вы поищите с содержанием азота 6. Такая нитроаммофоска есть. В своем составе она содержит азота 6-8, затем фосфора где-то 23-24 и столько же калия. Это очень тоже удобное удобрение для подкормки, после того, как отцвели не только пионы, но и другие растения, например, те же розы. Затем удобрение я вам буду называть монофосфат калия. Берем 15-20 грамм на 10 литров воды и подкармливаем наши пиончики. Старые кусты можно 5 литров налить, а те, которые поменьше, молодые кусты, соответственно, меньше 2-3 литра. Это вы уже сами для себя определите. Но если вы не хотите покупать такие удобрения, а хотите намешать, прямо такие химик-химик такие, то можете по отдельности купить, например, купить суперфосфат, который будет основой фосфорного удобрения. Взять его, суперфосфата, грамм 25-30. Затем взять сульфат калия, тоже очень хорошее удобрение, источник калия. И взять его грамм 10-15. Можно калий-магнезию взять, грамм 15-20, но это вместо сульфата калия. И снова размешиваем это на ведро воды и подкармливаем. Либо хотя бы просто сульфатом калия, потому что калий в этот период очень важен для пионов. И содержит сульфат калия в своем составе 50% по действующему веществу. У такой вот минеральной подкормки есть как свои плюсы, так и минусы. Плюсы заключаются в том, что, ну вы помните о том, что прежде чем подкармливать, вы проливаете почву. Она должна быть влажной, потому что, когда мы сухое поливаем, то, во-первых, оно может растекаться и не попадать прямо к корневой системе, а может даже вызвать ожоги. Поэтому проливаем не только пионы, а все остальное тоже. И питательные вещества сразу поступают практически в корневую систему. Но здесь могут быть все минусы. Если почва песчаная, супесчаная, нами плохо подготовленная перед посадкой, то так же быстро или дождливая погода так же быстро может все это и вымываться. Поэтому мы можем призвать на помощь органические удобрения. Весной мы должны, ну или под зиму лучше, конечно, внести перепревший навоз. Если осенью не везли, значит весной внесли. Либо поливать такой вот болтушкой, настоем коровяка. Это тоже будет приветствоваться пионами. Органические удобрения хороши тем, что постепенно происходит высвобождение веществ. Но не всегда навоз является источником большого количества азота, потому что при хранении, при его созревании азот очень сильно теряется. К минусам минеральных подкормок, ну отнесем то, что все-таки надо все это взвешивать, отмерять, там чайные ложечки, спичечные коробки. Ну один раз взвесьте и потом, или наделайте на целый сезон для всех ваших огородных, садовых культур. Сделайте такие навесочки в зип-пакетики, положите, только не забудьте подписать, что это у вас. И потом у вас уже будут готовые такие навесочки, которые вы только будете использовать. Все подписываете, что это там, не дай бог, ни соль, ни сахар. Все должно быть подписано, череп и кости, чтобы домочадцы не воспользовались этими зип-пакетиками. Ну вот на данном этапе с пионами мы разобрались. Что происходит с ирисами в эту пору? Да, они отцвели. Значит, то же самое. Удаляем все цветоносы. Не даем завязываться семенам, семенным коробочкам, потому что семенные коробочки, они, семена вызревают, и этим самым отнимают силы, особенно молодых растений, от формирования хорошей корневой системы и отвлекают от хорошего ухода в зиму вот эти вот семена. Поэтому обрезаем. Смотрим. Если были какие-то у нас неправильные поливы, могут образовываться пятнистости. И обрезаемся пораженные листья. Пораженные листья мы уже не щадим и обрезаем, практически укорачиваем до здорового. А если она абсолютно уже высохшая, то обрезаем до основания. Можно, если вы не хотите, чтобы ваше растение выглядело таким вот там разновеликим, то веером подрезать. После этого, конечно, можно подкормить. Но ирисам не столь важна подкормка вот в этот период, если почва была подготовлена хорошо, потому что они, особенно ирисы бородатые, потребляют небольшое количество минеральных веществ. И идеальным будет такое удобрение, которое в своем составе будет по основным веществам содержать такое 6, 10, 10. Помните, что пересадку можно делать ирисов спустя недели-две после того, как они отцвели, если вы хотите пересаживать. Это очень удобное время. Они еще до зимы успеют укорениться. Потом помните, что у ирисов различные предпочтения к почве у различных видов и к влажности, и к питанию. Если ирис бородатый требует перед посадкой подсушивания, то ни в коем случае не подсушивают ирисы сибирские. С пурию, такая вот новая группа ирисов, очень оригинальные цветочки, их не подсушивают. Затем для сибирского и японского можно использовать в качестве подкормки органику, чего совершенно не любят ирисы бородатые, потому что будут поражаться различными гнилями. Нельзя также для японского ириса с оригинальными цветочками использовать удобрения, в составе которых есть кальций, и не использовать в качестве питательного элемента кальций. Для них это будет несколько губительно. Ну и я думаю, что вот в эту пору с ирисами будет достаточно. Не забудьте их пересадить, омолодить. Об этом мы уже с вами общались. Спасибо за внимание. До новых встреч.